Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной. За повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Антон Лифанов. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на компактном городском кроссовере Джили МК Кросс. Любезно предоставлен он компанией Демидович на улице Ким, 75. И начнем с исторической странички. В этот день, 27 марта 1901 года, министр внутренних дел Российской империи утвердил устав Пермского научного музея. Как принято сейчас выражаться, музей получил государственную аккредитацию. Сегодня правоприемником Пермского научного можно смело назвать Пермский краевой музей, который с удобством разместился в старинном особняке над Камой, доме Мешкова. Примерно 150, а то и 200 тысяч лет тому назад, неандертальцы запатентовали простой и эффективный способ ловли крупной дичи. Работает ловушка так. Выкапывается глубокая яма, накрывается пальмовыми листьями, а дальше все. Сиди и жди, пока мамонт в яму упадет. Проверенная временем ловушка работает и сегодня. Например, во дворе между домами 30 и 32 по улице Краснофлотская. Здесь ям ловушек аж целых две штуки. И ежели машина не залетит, например, вот в эту, то запросто угодит колесами вот в ту, в трех шагах от первой. Как и предсказывали вчера синоптики, сегодня начался обильный снегопад. А душа, между тем, изо всех сил просит тепла и солнышко. Более того, даже лето уже очень хочется. Кстати, ежели кто-то по лету сильно соскучился, приглашаем вас сюда, во второй подъезд дома номер 30А по улице Краснофлотская. Здесь вы найдете явный признак лета. Правда, не самый лучший, если честно. Комары. Прямо при входе в подъезд вас встречает целая комариная ферма. Звенящие кусючие насекомые рады каждому, кто придет сюда в подъезд номер 2 дома 30А по улице Краснофлотская порадоваться лету. Официально флористика считается одной из разновидностей декоративно-прикладного искусства. Но, когда приходишь в ДК имени Солдатова на выставку клуба «Флорист», надо сказать, уже 37-ю по счету, то отчетливо понимаешь, это не просто ДПИ, это настоящие картины. Может быть, вот такие мультяшно-разноцветные. А может быть, например, фотографически точные черно-белые работы. В любом случае, какими бы они ни были, здесь никогда не используется никаких красителей. Все цвета исключительно природные, натуральные. Невероятно трудоемкие работы на создание некоторых из них уходят по полгода, а то и более. Но, безусловно, все работы, представленные на выставке, отличают одно общее. Они невероятно позитивны. Чем она отличается? Она отличается красочностью. Отличается совмещением материалов, разной техники материалов. Допустим, пух и соломка, допустим, семечки и растительный материал. Отличается тем, что люди вкладывают, во-первых, сюда собственную душу, и картины получаются солнечными, теплыми. Ну и о приятном напоследок. Продолжается наш конкурс на лучшую новость недели, и автор самого интересного и содержательного послания получит вот этот вот сертификат на полторы тысячи рублей от дискаунтеров «Дельта» на приобретение товаров в магазине «Дельта» на «Лифаново-3». А посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300 и сайт телекомпании «Рифей» в интернете www.rifey.ru Пишите и звоните, ждем с нетерпением. Завтра увидимся, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»